В текущем году хозяйствами всех форм собственности района намечено провести весенние полевые работы на площади 15 800 гектаров озимых зерновых культур и посеять терровые культуры на площади около 34 000 гектаров. В рамках мониторинга хода сельскохозяйственных работ специалисты управления сельского хозяйства района Расул Хасаев и Юрий Бабаев совместно с руководителем филиала Россельхозцентра Гульбария Черкесовой побывали на полях аграрии района. В сельхозпредприятиях Хасаев и Юрий Бабаевского района наступила горячая пора полевых работ, в частности подкормка озимых минеральными удобрениями. Следует отметить, что от своевременного и организованного проведения подкормки зависит не только судьба урожая, но и качество выращиваемого зерна. Подкормка – это важный агрономический прием, который позволяет максимально увеличить урожайность выращиваемых культур. После зимовки наиболее интенсивно озимые зерновые культуры нуждаются в питательных веществах, фазе кущения и выхода в трубку. Эти фазы совпадают с весенним периодом, то есть испытывают недостаток в минеральных удобрениях. Поэтому руководителям хозяйств необходимо активизировать проводимые полевые работы, подкормку до выхода озимых в трубку. Отметила особенности мероприятий Гульбария Черкесова. Это работает трактор «Туман-2М», который мы получили в этом году. Это Россульхозцентр. Спасибо нашему начальнику, который нам выделил этот трактор тоже. В 2019 году мы получали Росу, а в этом году получили этот разбрасыватель и опрессиватель тоже есть. Техника очень хорошая, удобная. Чины на низком давлении, уплотнения земли нет. Уже подходит время даже от опрессивания. На нем есть и опрессиватель тоже. Вот сейчас сегодня его снимут и посадят туда и опрессиватель. Если кому-нибудь нужно работать на этом тракторе, обращайтесь в Россульхозцентр. Я сейчас хочу еще объявить и сказать людям, чтобы они были внимательны в своих участках. Потому что в те другие годы у нас на участках было обнаружено питание жужелицей. Поэтому вот сейчас она, как только земля прогреется, она поднимется и будет кушать озимые, измочалить озимые. Поэтому смотрите поля, если где-то подозрений будет, вызывайте нас. Если сделать обработки, то это она уменьшится. Обязательно нужно за это знать и смотреть за свои участки обязательно. Озимые зерновые культуры всегда были и остаются ведущими зерновыми культурами в районе. И руководители серхозпредприятий, понимая важность этого приема, проводят подкормку озимых хозяйств. В настоящее время на площади 5000 гектаров заканчивается подкормка озимых культур. Результаты мониторинга в хозяйствах района свидетельствуют об ответственном подходе аграриев района. Подкормка позволяет улучшить не только качество и урожайность, но и скорость роста всходов. Подкормка озимых проводится в соблюдении всех агротехнических норм и требований при работе с минеральными удобрениями и должна пройти качественно установленные сроки. Хочется выразить благодарность начальнику Россельхозцентра Республики Дагестан Магомеду Гаджи Магомедову, который выделил как передовому району Республики по выращиванию озимых зерновых культур современный самоходный высокопроизводительный комплекс Туман-2М для поверхностного внесения гранулированных жидких и опрыскивания посевов. Что безусловно своевременная и огромная техническая помощь для ускорения проведения как подкормки, так и опрыскивания отметил Расул Хасаев.